25 медицинских учреждений и более 15 тысяч специалистов следили за здоровьем севастопольских пациентов в 2015 году. Численность персонала возросла на 8%, финансирование отрасли также увеличилось в разы. Я просто возьму 2015 год, общий объем средств, который выделен, в три раза превысил, ну, скажем так, кумулятивные ассигнования в 2014 году, ну, больше там и украинский, и российский бюджет присутствовал, но вот если мы в этом чисто украинское финансирование в 2013 году, более чем в 7 раз увеличилось финансирование отрасли. В 2015 году на баланс города поступило порядка 2000 единиц оборудования, 90% уже ввели в эксплуатацию. Практически полностью обновили лабораторную и эндоскопическую технику, нейрохирургическую и рентгеноэндоваскулярную операционные. Поставили новые ультразвуковые аппараты экспертного класса, детские инкубаторы, кювезы, а также мобильный магнитно-резонансный томограф. Последний работает в круглосуточном режиме. 23,5 тысячи квадратных метров площадей, большая часть из которых это капитальный ремонт, отремонтированная, ну, в 2014 начались ремонты, сейчас заканчиваются последние уже акты, подписываются. Это 23,5% рабочей площади медицинских организаций. Или половина от этой цифры, 11-75%, от общей площади все, включая технические помещения. С 16 сентября заработала электронная регистратура. В 13 медицинских учреждениях подключили так называемую телемедицину для консультаций и практических занятий в режиме реального времени. Внедрили ряд программных продуктов, среди них спутниковая навигация, модули ОМС, форма учета медикаментов стационара. Кроме того, в конце февраля завершится монтаж первой модульной подстанции скорой медицинской помощи. До конца 2016 года планируют открыть еще три подобных объекта. До 2020 года в рамках федеральной целевой программы запланировано строительство новой городской больницы онкологического диспансера. 324 койки сокращены круглосуточного стационара, но при этом открыто 698 коек дневного стационара. И мы сегодня в принципе уже достигли нормативного показателя по числу этих коек, которые работают гораздо более эффективно. Они имеют более высокую доступность, потому что до двух-трех пациентов позволяют сутки пролечить. И в принципе на выходе мы имеем нормальный результат, кстати говоря, без риска госпитальных осложнений. Депутат Государственной Думы России, заслуженный врач Республики Башкортостан Салья Мурзабаева, отметила положительную динамику в развитии отрасли за последний год. Кроме того, почетный гость подарила севастопольским медикам сертификат на получение биохимического анализатора для пренатального скрининга. Мы за такой короткий промежуток времени, я была полтора года назад, и мы были на аналогичной встрече, где Юрий Дордж докладывал о ситуации в Севастополе в отрасли здравоохранения. Видим конкретные результаты и большие достижения. Поэтому хочу поблагодарить от имени всех россиян за ваш труд, за ваше усердие, за то, что вы вложили все свои силы, время, квалификацию, личное время на то, чтобы достичь таких результатов. И практически, уже почти, вы соответствуете тем стандартам, которым стремится вся Россия. Поздравляю. В планах у медиков максимально проработать вопросы диспансеризации, раннего выявления онкологических заболеваний, а также привести в соответствие показатели плановых профосмотров. Анна Брачева, Карина Сыч, информационный канал Севастополя.